Непогода бушует в Украине, стихии охвачены 12 областей, а завтра ветер и дожди, а также мокрый снег придут и в остальные регионы. Сегодня центром снежного апокалипсиса стал Киев. Из-за метели в столице не смогли потушить пожар. На Южном мосту загорелся автомобиль, но пожарные не добрались до места происшествия вовремя, поскольку город парализовали десятибальные пробки. В результате машина выгорела дотла. К счастью, все остались живы. Сейчас на месте уже работает полиция. Подробнее о ситуации в столице и регионах потеряли моих коллег. О приближающейся к столице снежной буре синоптики сообщили еще вчера. Но для киевлян уже традиционно снегопад стал сюрпризом. Километровые пробки на дорогах с самого утра около сотни ДТП за день. Водители проигнорировали просьбу Киевгородминистрации пересесть из своих автомобилей на общественный транспорт, чтобы упростить работу коммунальщикам. Сегодня для очистки дорог задействовали 450 единиц техники. Сейчас местами есть дороги очень ужасные. То есть гололед даже самым простым элементарным посыпать там солью, да, чтобы хотя бы можно было нормально ездить. Никто этого, по крайней мере, то, что я вот езжу, я не видел. Заложниками снегопада сегодня стали сотни пассажиров, чьи рейсы в аэропорту Киев отменили. Таких, как минимум, 12. Самолеты сейчас направляют в Борисполь. Там аэропорт пока что работает в штатном режиме. Я ехала в Дортмунд. Летела, то есть, в Дортмунд. И, власне, кажут. Ничего не кажут. Ничего не поведомили и ничего не сказали. Чи перенесли, чи не перенесли. Самостоятельно экипаж всех авиакомпаний принимает решение садиться или вылетать из нашего аэропорта. Наши агенты работают по размещению пассажиров. Те, кто не сможет сегодня улететь, это уже точно отменили рейсов, будут распределять по гостиницам пассажиров. А на подъездах к столице выстроились колонны фур. Им запретили въезжать в город, пока стихия не утихомирится. Скорее всего, запрет не снимут как минимум до завтрашнего вечера. Тогда непогода, по прогнозам синоптиков, должна отступить. Сейчас же коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы. К борьбе со стихией готовятся и в Сумской области. Здесь ливни, сопровождение сильного ветра начались вчера вечером. А сегодня ночью дождь перейдет в сильный снегопад. На улицы городов и сел выйдут тысячи работников коммунальных служб и 300 единиц спецтехники. А в Чернигове сильный ветер повалил дерево прямо на припаркованной рядом автомобиле. К счастью, людей в них не было. Синоптики предупреждают, в ближайшие сутки в области погода только ухудшится, как и на территории большей части Украины. Данил Снисер, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер.